Господи Божий мой, на тягу паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье, в неделю перед Рождеством, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 1 по 25. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона, отца Александра. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля. Авраам ради Исаака, Исаак же ради Иакова, Иаков же ради Иуду и братью его. Иуда же ради Фареса и Зара от Фамары, Фарес же ради Исрома, Исром же ради Арама, Арам же ради Аминадава, Аминадав же ради Наасона, Наасон же ради Солмона. Солмон же ради Вооза от Рахавы, Вооз же ради Авида от Руфы. Авид же ради Иесея, Иесей же ради Давида царя. Давид же царь ради Соломона от Уриины, Соломон же ради Раваама, Рвам же ради Авия, Авия же ради Аса, Аса же ради Иосафата, Иосафат же ради Иорама, Иорам же ради Озию, Озия же ради Иоафама, Иоафам же ради Ахаза, Ахаз же ради Языкию, Языкия же ради Моносию, Моносия же ради Амона, Амон же ради Иосию, Иосия же ради Иихонию и братья Его в приселение Вавилонское. По приселению же Вавилонским и Ихоне ради Салафииля, Салафииль же ради Зарававиля, Зарававиль же ради Авиуда, Авиуд же ради Елеакима, Елеаким же ради Азора, Азор же ради Садока. Садок же ради Ахима, Ахим же ради Елеуда, Елеуд же ради Елеазара, Елеазар же ради Матфана, Матфан же ради Иакова, Иаков же ради Иосифа, мужа Мариина, Изния же радися Иисус, глаголемый Христос. Всех же родов от Авраама до Давида, родове четыринадесяти, и от Давида до приселения Вавилонского, родове четыринадесяти, и от приселения Вавилонского до Христа, родове четыринадесяти. Иисус Христово Рождество си цебе, обручений уба бывшей матери Его Марии Иосифови, прежде даже не снитесь има, обретесе имущего чреве от Духа Свята. Иосиф же муж ее праведен си, и не хотя ее обличите, восхоте тай пустите ю. Сия же ему помыслившу, си ангел Господень во сне явися ему глаголя. Иосиф и сын и Давидов, не убойся приятия мариам жены твоей я, росшая бося в ней от Духа есть свята. Родит же сына, и наречеши имя ему Иисус, той бы спасет люди своя от грех их. Сия же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим. Сия дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, ежи есть сказаемо с нами Бог. «Восстав же Иосиф от сна, сотвори, якоже повеле ему ангел Господень, и приядь жену свою. И не знаешь и я, донди же ради сына своего первенца, и наречи ему имя Иисус». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Исея, Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Саламона от бывшей за Урию, Саламон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иофама, Иофам родил Ахаза. Ахаз родил Изыкиию, Изыкиия родил Моносию, Моносия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима. И Аким родил Иохонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иохония родил Салафииля, Салафииль родил Заровавиля. Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима. Илиаким родил Азора, Азор родил Садока. Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Илиазара. Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Иудеи чрезвычайно интересовались родословными, поскольку придавали большое значение чистоте своего происхождения. Евангелист Матфей писал свое Евангелие для иудеев, и поэтому ему важно было доказать, что Господь Иисус Христос происходит, как это, согласно ветхозаветным пророчествам, надлежало Мессии, от Авраама и Давида. Он начинает свое Евангелие с родословной Господа, причем ведет его только от Авраама и доводит до Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Кроме того, нужно отметить, что Евангелие были написаны за сотни лет до того, как появились печатные книги, и лишь немногие люди могли иметь их копии, и потому, чтобы владеть ими, их нужно было запоминать. И поэтому родословие Господа составлено так, чтобы было легко запомнить и носить в памяти. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Интересно также обратить внимание на женские имена, перечисляемые Евангелистом Матфеем. В ветхозаветное время место женщины было второстепенно. Имена женщин никогда не упоминались в родословии, потому как они не имели никаких прав в иудейском обществе того времени. Поэтому в перечислении евангелистам женских имен заложен глубокий духовный смысл, который приносит в мир Рождество Христа. Архиепископ Аверки замечает, «Бог, не погнушавшийся перечислить к избранному народу также женщин, не гнушается призывать язычников и грешников в свое царство. Не заслугами своими спасается человек, а силою всеочищающей благодати Божией». В струках сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, нам открывается важная истина. Христос приходит, даруя Новый Завет, выстраивающий некогда утраченное отношение человека с Отцом Небесным. Теперь перед Богом нет ни одного забытого народа или забытого человека. Всякому открыт путь на небо, и только с помощью наших духовных и нравственных усилий и подвигов мы можем войти в Царство Небесное. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на телу повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok